Свет Рождества Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 18 стих Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Размышления, часть первая. Величайший дар. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 9 по 13 стих. Рождество – праздник света. Мерцание свечей на ночной службе в церкви, украшенной сверкающими гирляндами дома. Звезды, сияющие на рождественских елях. Весь мир в это время становится ярким, и это напоминает об истинном свете, пришедшем в наш мир 2000 лет назад. Многие Его не узнали, но Он пришел, чтобы привести тех, кто последует за Ним, из тьмы в свет жизни. У грешников нет права называться детьми Божьими, но во Христе мы умираем для греха и заново рождаемся, и Бог принимает нас в Свою семью. Этот великий дар – сердце Рождества – главная причина, по которой мы отмечаем этот праздник. Что изменилось в вашей жизни с тех пор, как вы уверовали во Христа, и Бог принял вас в Свою семью? Как вы можете выразить Ему свою благодарность сегодня, в день, когда мы празднуем Его рождение? Размышления. Часть 2. Явление Божьей славы. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стих. Мы служим невидимому Богу, который настолько свят, что любой грешник, встретившись лицом к лицу с Его славой, немедленно умрет. Человек Бога видеть не может, поэтому, по милости своей, Он решил облечься в плоть и обитать среди нас. Иисус – величайшее явление Божьей славы людям. Он полностью Бог и полностью человек, понятным и зримым образом явивший нам Божью благодать и истину. Только Божий Сын может восстановить разрушенные отношения между Богом и грешным творением. И благодаря Его жизни, смерти и воскресению мы принимаем благодать спасения. Поразмышляйте о том, что жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа говорят нам о Божьей славе. Как вы сегодня можете своей жизнью прославить Бога? Молитва. Дорогой Господь, я знаю, что не заслуживаю того, чтобы называться твоим чадом. И все же ты послал Сына Своего Единородного умереть вместо меня, чтобы мне войти в твою семью. Всей своей жизнью хочу выразить тебе благодарность за эту удивительную привилегию. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь.